Ребенку Светланы Машараповой нужен особый уход. У маленького Данила ДЦП смешанной формы. За ним необходимо всегда следить. А для этого требуется время и деньги. На работу не сходишь, а кормить сына и саму себя надо. Я сама не работаю, занимаюсь с ребенком только. Некому оставить ребенка. Я живу в родительском доме. Только отец у нас дома работает. Я с ребенком дома сижу. Более 10 лет родители детей с инвалидностью боролись за свои права. И вот в прошлом году Кабмин обратил внимание на эту проблему. Создали так называемую новую профессию – персональный ассистент, который ухаживает за своим ребенком инвалидом. Зарплата небольшая – 4900 сомов ежемесячно. Это прожиточный минимум. Данная услуга – это персональный ассистент по уходу за детьми с ограниченной возможностью здоровья до 18 лет. Для тех детей, у которых есть справки МСЭК – это медико-социальные экспертные комиссии, где есть надпись «Нуждается в постоянном уходе» или «Нуждается в постоянном уходе» и «Надзоре». На сегодняшний день на учете как нуждающийся в постоянном уходе состоят около 6000 детей с ОВЗ. Но не у всех опекунов получается стать персональным ассистентом. Кто-то жалуется, что не может сдать необходимые документы, потому что им не объяснили, какие именно справки нужны. Другим отказываются оформлять документы под предлогом, что ребенок ходячий. До трех лет нельзя, потому что не знают, будет ли ребенок до трех лет ходить или нет. После трех лет только выдают деньги, они сказали. До трех лет нет. Если дауна, аутизм, вот эти они сказали нет. Если ребенок только вот начал ходить, либо ходит, либо стоит, вот этим не положено деньги оказывается. В Минсоцразвитии, впрочем, отрицают эти ограничения. Нет, у нас такого ограничения нет. С рождения, если ребенок родился, уже есть наличие грубого нарушения, имеется в виду инвалидность, то уже оформляется. Здесь нету с трех лет. Психологические заболевания. Ну, это, конечно, врач-эксперт определяет, нуждается ли этот ребенок в уходе. К тому же, из-за жалоб родителей на большой перечень документов, в Минсоцразвитии решили убрать некоторые из них. Так, например, теперь не нужен социальный паспорт и справка с РЦПЗ. А вот список основных документов, которые необходимы. Справка от медико-социальной экспертной комиссии, ID-карта, расчетный счет в банке и копия свидетельства о рождении ребенка. После этого опекуну начнут платить зарплату. По крайней мере, обещают уже с февраля. Перечислят и за первый месяц нынешнего года. Оскар Насипкулов, Владимир Умаркулов, Рустем Реймбеков, телеканал «Апрель».